Уважаемые зрители, для начала подпишитесь на данный канал и жмите на колоколчик, и ставьте лайк на видео, спасибо. Как стало известно, активизировалась оперативная работа по делу об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, Япончик. Связано это с задержанием лидера Таганской преступной группировки Игоря Жерноклеева-Жирный. Сыщики проверяют информацию, что таганские могли иметь отношение к громкому преступлению. Как рассказал источник в правоохранительных органах, сейчас сотрудники ФСБ и МВД ведут большую оперативную работу по различным эпизодам преступной деятельности, которые могли быть совершены таганской ОПГ. Если удастся доказать все предполагаемые убийства данной группировки, то их число превысит количество жертв пресловутой Орехово-Медведковской. ОПГ, полагает собеседник агентства. Большинство из них совершены в середине 2000-х годов, а процентов 70 жертв, члены той же таганской группировки. Тогда шла зачистка внутренних рядов. Только в лесах закопано не меньше 10 тел. Однако есть среди отрабатываемых эпизодов и громкие убийства. Самая интересная история связана с расстрелами бизнесмена и продюсера Шабтая Калмановича и вора в законе Вячеслава Иванькова, Япончик. К 2009 году в России шла ожесточенная криминальная война между кланом Аслана Усаяна, Дед Хасан, с которым был близок Япончик, и кланами Тариела Аняни, Таро и Мираба Джангвеладзе, Мираб Сухунский. В этом противостоянии Жирноклеев был вместе с Мирабом. На это противостояние наложилось сразу несколько других конфликтов. Таганские промышлявшие рейдерскими захватами положили глаз на Дорогомиловские и Тишинские рынки, совладельцем которых являлся Шабтай Калманович. Последний давно дружил с Иваньковым и привлек его на свою сторону. Тут был еще и межличностный конфликт. Япончик на дух не переносил Жирноклеева, постоянно припоминал его былую работу в системе ОБХСС и прямо говорил, что таким персонажам не место рядом с ворами в законе. Жирный такому тяжеловесу, как Япончик особо ничего противопоставить просто не мог. С другой стороны, Жирноклеева стал прижимать вор в законе Андрей Голубев, Ских. Он тоже был близок с Дедом Хасаном и как раз выяснял связи Жирного с кланом Таро и Мираба. Сам Жирноклеев старался особо не афишировать свое участие в войне с Дедом Хасаном, предпочитая вести закулисную работу, рассказал источник агентства. А дальше один за другим стали происходить убийства. В мае 2009 года в Москве был расстрелян Андрей Голубев. Здесь у нас есть все основания быть уверенными, что к этому преступлению причастен Жирный, вопрос пока в доказательной базе, сообщил собеседник Разболта. А 28 июля 2009 года было совершено покушение на Иванькова. В этот день он прибыл в ресторан «Тайский слон», принадлежавший его родственнику. Как позже установили оперативники, за неделю до случившегося напротив заведения появился автомобиль «Газель». Когда япончик выходил из ресторана, снайпер произвел из машины выстрел. Пуля попала вору в законе в живот. Он был доставлен в больницу, где умер в октябре из-за осложнений после ранения. В машине была обнаружена винтовка, у которой оказался чеченский след. Было установлено, что оружие засветилось в данной республике. Располагая определенной информацией о машине, винтовке, а также оперативными сведениями, есть основания полагать, что случившееся не обошлось без участия Таганских, полагает источник агентства. Через месяц после смерти япончика в ноябре 2009 года в Москве был расстрелян киллерами Ишабтай Калманович. И здесь определенные нити следствия едут к Таганским, отмечает собеседник агентства. Главным стрелком у них всегда был Марат Янбухтин. Он давно под стражей, его проверяют на возможность исполнения данных преступлений. Но точно можно сказать, что к делу привлекались и просто наемные киллеры. И нам известно, через кого это делалось. В результате сейчас активизировалась оперативная работа по всем этим преступлениям. Стоит отметить, что после того, как в январе 2013 года в Москве снайпер застрелил Аслана Усаяна, под стражу был взят один из участников клана Таро и Мираба, законник Джамал Микеладзе, Джема. Вскоре после этого в СМИ распространили якобы неофициальные показания Джема, в которых он без протокола рассказывал оперативникам о причастности Таганских и Жирного к большинству данных преступлений. А на днях Джема скончался в Италии от передозировки наркотиков. Напомним, что лидер Таганской ОПГ Игорь Жирноклеев, Жирный, и его правая рука Григорий Рабинович, Гриша Таганский, были арестованы в январе 2019 года. Пока лидерам группировки предъявлены обвинения только в расправе над гендиректором ООО Распищепром Валерием Журавлевым. Его забили обрезком трубы 6 февраля 2008 года около элитного жилого комплекса Царское село на Новочеремушкинской улице, где проживал бизнесмен. Перед этим структуры и лица, подконтрольные по версии следствия Жирноклееву и Рабиновичу, поделав документы, похитили у Распищепрома здание головного офиса в первом Тверском Ямском переулке. Журавлев подал заявление в правоохранительные органы, было возбуждено дело, а вскоре его убили. По словам источника агентства, вскоре Жирному и Грише Таганскому планируют предъявить обвинение в ряде убийств, связанных с захватом универмага Москва. СКР полагает, что Жирноклеев и Рабинович могли быть заказчиками расстрела адвоката Натальи Вавиловой в апреле 2017 года. Юрист представляла интересы десятков арендаторов, требовавших деньги с фирмы Зочи 98, подконтрольной Жирноклееву и Рабиновичу. Под арестом за это преступление сейчас находится штатный киллер группировки Марат Янбухтин. У оперативников есть информация, что Янбухтин был исполнителем и другого убийства, расстрела в 2000 году авторитета Максима Лазовского, Макс Хромой. Незадолго до этого у Жирного возник конфликт с членами одной из чеченских ОПГ, Лазовский был знаком с обеими конфликтующими сторонами, но встал на сторону выходцев с Кавказа. По данному поводу была назначена стрелка, в ходе которой Жирный сказал в адрес Хромого несколько неприятных фраз. В результате Лазовский разбил Жирноклееву лицо. Вскоре после этого Хромого расстрелял киллер при выходе из церкви в селе Успенском Одинцовского района Московской области. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok